Девушки отдыхают Давайте посмотрим Давайте встретим Владимира Мы вас ждем Добрый день Пожалуйста, проходите Простоват для тебя По-моему, импозант для весьма Василиса, сразу тебе Как профессиональному астрологу Вопрос Может быть проблема Владимира в том, что он хочет Вот так идти по жизни играючи Ему совершенно не нужны стабильные отношения? В общем, я уверена, что проблема Именно в этом И гороскоп про это говорит И планеты женские Исключительно такие легкомысленные Венера в близнецах, водолейская луна Хочется порхать легкой бабочкой Пить нектар с цветов жизни Ну, в общем, не останавливаясь Серьезно ни о одном из этих цветков Если он пожиратель сердец То что он пришел на передачу тогда? Роза, ну ты улыбаешься Тебе явно нравится наш жених Нет, не Ну, правильно Потому что легко его это с рук сбагрить Квартира есть Все есть Машина есть Дача есть Три языка Ну, может быть, с годами Ну, пересмотрите свою точку зрения А так, ну, почему же, рекомендую Бабочка, расскажите, пожалуйста, историю Вот своих самых длительных отношений Вот про эту девушку, с которой в Турции познакомились Да, это было давно уже Много лет назад Мы летели вместе в один самолет Потом на отдыхе мы разошлись Она отдыхала с сестрой в одном отеле, я в другом А на обратном пути мы уже А ну, обрадовались, когда у вас места оказались в самолете На обратном пути рядом Конечно, это было очень приятно И вот вы что ей предложили, когда подлетали к Москве уже? Когда мы подлетали к Москве, мы с ней договорились встречаться А вы с ней договорились кинцо посмотреть? Кинцо, это уже мы в Москве уже договорились Только она-то, дурочка, думала, что в кинотеатре под попкорны, пепси-колу А вы домой ее Конечно Потому что на диване по-любому удобнее Удобнее, ну, конечно Посмотрели? Конечно Вот она приехала к вам кинуть Слушай, Кать, ну тебе же нужно открывать новые города, новые страны Как ты будешь на диване Четыре года, по-моему, да? У вас там был миллионный сериал Был Было все интересно, да И что? Все Ношения закончились А почему? Гармония перестала наполнять их Гармония или гормона? И то, и другое И вот вы однажды, решив для себя, что верность это абсолютно атовизм Мужская верность Объявили ей о том, что вы изменяете Изменяли и будете изменять Я бы не стал прямо говорить так прямо Скорее мы с ней обсудили тот вариант, что Мне интересны другие женщины в том числе Да, и вы любили стрипсизершу? Хорошая была история Расскажите Девушка моего друга Она его бросила И мы начали встречаться вместе с ней Это продолжалось около года Это были насыщенные, яркие очень отношения Богатые на эмоции Ну, безусловно, учитывая разность наших жизненных путей А что плохого-то? Пришла, получку из трусов вынула Вот то, что ей там туда навставляли Клевая, и живи себе не хочу И красивая, и зажигалка, и не скучно И жили бы, поживали Володь Я согласен Возможно, в этом есть какая-то прелесть А в чем разность? Вы же знали, с кем ваш роман? Конечно Но в течение года это было ярко и интересно А потом это стало уже не так легко В течение года бесплатно Все дело то, что стоит больших денег Это еще в клубе нужно договориться А тут рядом Я согласна ходить в корсете Если он при этом оденет смокинг Дома А что не устраивало-то? Ну, потому что мужчины, Роза Ну, с одними гуляют на других женщинах Да нет, я думаю, что дело не в этом Просто и она тоже надоела Вот просто так устроен Владимир Я бы не стал так говорить Вы же не знаете ее Нет, ну, конечно, у нее была Это Несчастная судьба Мама, которой нужно было зарабатывать Внутренне душевная организация У Куавой у нас счастливая судьба вообще Ну да, три высших образования наверняка И так далее Но устроиться по работе не могла По специальности Она, наверное, была физик-ядерщик Ну, почти Да? Ну, клево Хорошо, ну ладно Шумова на вас, правда Вы уже созрели для того, чтобы жениться? Да Может быть, он В чем задор действительно настоящий Или он действительно создать семью и жениться? Вот еще в чем вопрос И вот в вашем Теперь уже и с такой Пожили и с другой Наверное, вырисовался идеал? С кем бы надолго хватило? Я не верю ни в какие идеалы Я считаю, что человек должен быть созревший Так же, как и я Прошедший через какие-то Свои собственные испытания А вы охотник ведь, да? Любой мужчина охотник Не любой Да Вы охотитесь И когда добыча уже ваша Вам скучно сказать? Нет, нет, нет Охотник это тот, кто охотится Прилагает усилия Ну, если он охотник такой Ты не боишься, что Он пойдет дальше охотиться А Владимир даже и за садик Это другая охота Он считает, что у вас это так Ну так а почему Если женщины По вот по такому щелчку У тебя уже дома смотрит телевизор А почему мы так на мужчин Должны, собственно, нападать? Они сами первые С поцелуями, с чемоданами А вот смотрите Мы очень часто говорим о том И, кстати, советуем Женщинам, как, допустим Завоевать мужчину То есть, как свою там Сексуальность показать Хотя с этим надо быть Предельно аккуратно Они все это знают сами Вот А почему мы никогда не стоим Позитили, по крайней мере Не пытаемся понять мужчину А вот сам же страдает От своего вот этого От этого не нужной охоты Вот, девчонки Что можно посоветовать Такому парню Чтобы он смог как-то Сохранить свои отношения Ну так же нельзя Ну, добегается Раз, надоело Ну, Роза, что тебе сказать Вот такой, как я не был На Владимира Слава тебе, господи Братишка Вы давно дружите? Наверное, лет 14, да Если я не ошибаюсь Не меньше Не меньше, да Ну, судя по всему У вас тоже нет особой запарки Да, по поводу девчонок? Ну, вообще-то я женат И у меня все в порядке Друзья, смотри, у него Хорошие, приличные У меня в этом нет проблем А хотите, чтобы Володчик Женился? Конечно, конечно В первую очередь я хочу, чтобы он Нашел ту женщину Которую бы Которую не надоест Которую родила бы ему ребенка Это в первую очередь Я знаю Желающих нет? Желающие есть Владимир не от каждой готов Иметь ребенка Ну так в идеале Давайте рисуем женщину Потому что уже время поджимает Девчонки на подходе Торопятся Это действительно должен быть Человек, который готов К тому, чтобы вместе Разрешать какие-то жизненные ситуации И двигаться дальше С учетом той базы Тех достоинств Которые нам обоим Интересны друг к друге Это может гарантировать А какие у вас достоинства? Мне сложно говорить О них, для этого у меня есть друзья А правильно я понимаю Что первым конфликтом Который нужно будет Разрешить молодой жене Это конфликт С очередной вашей пассией Или нет? Я думаю, что пассия Здесь неуместна Я думаю, что если То есть изменять не будете? Нет, конечно Ну, вообще в идеале У нормального мужчины Когда он думает о браке Он, в общем-то Всегда тоже картинками думает То есть для него Это объединение двух компаний Вы как менеджер поймете О чем я говорю Вот я вам желаю сегодня Выбрать ту невесту В которую вы захотите вкладываться И в будущем видеть Достаточно хорошее приобретение для себя Спасибо огромное И важно, как мы это себе представляем А я хочу вам сказать Что мне немного обидно За своих сосестер Не все, Володь, доступны Не все по взмаху вашей Не очень, так сказать Мускулистой руки К вам прибегут в квартиру смотреть фильмы Есть очень много достойных Это смотря где вы их ищете Надо быть недоступной, видишь? Да, недоступной Может быть стоит немножко изменить маршрут Географию своей жизни Вообще много разнообразного Всего разного Попытайтесь Я очень хочу, чтобы вы Вот с этих рельсов Как-то куда-то По другим тропинкам Попроходили Я согласен Правда И узнали других Спасибо огромное Умную Веселую Живую Раскрепощенную Но ту, которая привлечет вас Не физиологией А ту, которая будет интересна Здесь сейчас Интересна головой Потому что это единственное Что вас по-настоящему Может зацепить В долгосрочной перспективе После рекламы Невеста попытается Завоевать сердце Нашего жениха Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся У нас с студией Владимир Идите знакомьтесь С первой невестой Удачи Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Привет Здравствуйте Меня зовут Катя Володя Хватит уже гулять Давай Женись Хорошо Спасибо Проходите Ой, спасибо Почему-то у нас сразу Обниматься к нему полезло Вы не обратились на меня? Мне, конечно, просто от волнения Замешкалось С кем вы? Я пришла со своей лучшей подругой Натальей Давайте на вас посмотрим Екатерина, 24 года Студентка лесотехнической академии Пишет прозу в стиле Оксаны Робски И танцует гоу-гоу Не позволит будущему мужу держать себя в черном теле Жених Екатерины полюбил ее за раскрепощенность и авантюризм Но когда дело подошло к свадьбе, испугался за свою репутацию и приказал измениться Надеется, что Владимир не станет ее неволить Василиса, может быть проблема нашей невесты в том, что она слишком рабка? Что ты, Лариса? Стеснительная Что ты? Нет? Веселая до слез Раскрепощенная до удивления Вот женихи некоторые побаиваются Все-таки не каждый вынесет девушку с луной в овне А это такое очень откровенное проявление своих эмоций Умение понравиться, умение пустить пыль в глаза поначалу Но в то же время умение потом и перцу задать, когда речь идет про конфликт, какое-то и выяснение отношений Мне, кстати, кажется, они подходят И все Роза, а невеста на твоем рынке в каких рядах? Ну, по возрастной категории, конечно, в первом Но в силу своей вот этой непредсказуемости Для солидного мужчины, конечно, это не лучший подарок А для нашего жениха вполне это, чтобы не расстраивайтесь, мы хорошие У вас и приданная есть за работу Так что, я думаю, что сладится Вы москвичка? Нет, я из другого города Я в Москве только два года А из какого? Воронеж Ага, ну тогда многое объясняет А что же такого вы отчебучили-то, что жених испугался своей репутацией? Знаете, у меня просто был такой образ жизни Я работала по ночам, я танцовщица по выходным А вы учитесь в Лесотехнической академии? Учусь, это только название А какой факультет? Моя мечта была, клянусь Да? Да, я на кинотехнологию Знаете, у меня сейчас висит хвост, древесиноведение, я все никак не могу сдать Это факультет какой? Экономически, вот Но мне это неинтересно А вы туда ткуете в институт? Нет, я туда прихожу очень редко Только поставить предметы какие-то там, да Расскажите мне, пожалуйста, так что же все-таки произошло? Вот вы ночью танцуете, да? Да Ну и что, он же знал, где вы работаете? Ну знаете, это старая история Там было недоверие и сплошная ревность Он считал, что эта работа ненормальная Катя, а что вы так держите? Если вы прямо без этой работы ночной танцовщицы жить не можете? Нет, 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 в данный момент я уже не работаю танцовщицей Я работаю хореографом в фитнес-центре Расту А вообще, вот в идеале, как свою жизнь представляете? Когда он будет реально уже к тридцатнику? Я бы хотела свою жизнь связать с телевидением Я закончила курсы школы телевидения И хотела бы очень работать телеведущей А вот выйти замуж, родить детей, стать хорошей хозяйкой Конечно, я очень люблю детей, на самом деле Они ко мне тянутся, я люблю с ними играть Нет, своих хотите? Хотела бы, хотела бы Вот она в свои 24 года реально чувствует себя пустой куклой Я бы ее назвала пустышкой А вы вообще способны верность хранить? Да, если я люблю, я люблю верно и открыто А если вот раз и разлюбили, а мужчина еще продолжает вас любить Если я разлюбила, значит я скажу так, как есть, откровенно Это лучше будет, чем я буду его учить А сколько раз вы любили в жизни к 24 годам? Два раза У вас же такой уже опыт был Скажите, вас ничего не смущает? Может быть, есть какие-то вопросы? Если возникнет такая ситуация, она в любом случае возникнет Вы встретите молодого человека, будет безумная взаимная любовь Насколько вы готовы отказаться вообще от всего? От карьеры в телевидении, от того, что есть сейчас ради семьи, ради детей И ради того, чтобы посвятить свою жизнь воспитанию детей Я сначала откажусь, я скажу, да, милый От чего? От карьеры, допустим, да? Я скажу, милый, я отказываюсь Но постепенно он сам меня туда скажет Милая, иди, иди Он сам поймет Да, конечно, он сам поймет Нельзя сразу ставить условия, ультиматумы Слушай, она меня уже бесит Компромиссы бищит Несмотря на то, что я довольно лояльный человек Скажите сюрприз Проходите Да, мне нужно будет переодеться Хорошо Тогда мы с вашей подругой пообщаемся Наталья, вы на какой почве сдружены? С Катей мы познакомились, когда мы танцевали Оттуда я ее знаю Катя очень интересная, как вы успели уже понять Яркая девушка У нее всегда куча поклонников С ней всегда весело, с ней всегда интересно Это человек, который постоянно дарит своим близким тепло Тепло и улыбку Она готова стать женой, мамой? Ну, я думаю, что да Она уже идет в этом направлении Она уже близка к этому И у нее внутри, как у женщины, да Вот эти все чувства, эмоции Они у нее расцветают Спасибо Пойдемте посмотрим на сюрприз Конечно Милый, я иду к тебе Я жду Дорогой мой, это тебе штанишки Жесть Я хочу, чтобы ты ходил сейчас Давай попробуем Какая прелесть, да? И мы с тобой займемся утренней зарядкой Давай, я тебя помогу Как тебе, нравятся розы? Очень Очень, я тоже, видишь, я люблю розы АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно Что еще можно было от нее ожидать? Присаживайся О, как хорошо Нет, я думаю, что мужчине не стоит выбирать женщину Которая вот из него чего-то такого делает Такого видя может его выставить Которая ложка АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой? Г Omelen Игорь Во没 Лог Hadан Лео Вы Что Ну, это тоже зарядка. Я понял. Спасибо, спасибо большое. А это тебе приз. Так. Это трусики, ну, они новые. Хорошо. Спасибо. За то, что ты справился с этой утренней зарядкой. Спасибо большое. Проходите в свою комнату. Что-то я запуталась в этих движениях. И у меня еще штаны соскайкивают. Парни, вам понравилась девушка? Екатерина симпатичная, очень эффектная, милая девушка. Но она не подходит, Володя. Это уже пройденный этап. Люди интересны друг другу, когда у них есть чему учиться. Не когда один учит другого, а когда они что-то узнают друг от друга. А здесь, в данном случае, Володя будет учителем. Слушай, ну ты вообще обалдел, что ли? Ну, первое, что я подумал, а нужно ли, в принципе, выходить замуж. Она выйдет замуж только в том случае, если ты ей будешь выгоден, Володь. Это мои такие предположения, потому что недавно приехала из Воронежа. Нужно завоевывать Москву. В данном случае эффектно, красиво, двигается хорошо. Он что думает, что у меня ради квартиры? Бред полный. Собственно, второй, тот же самый вариант, как и по той самой... Спасибо. Роза? Кошмар! Я теперь понимаю, какая-то зарядка. Это как раз то, чем она и занималась в клубе. Я думаю, она продолжает это делать. И вам это нравится, похоже. На самом деле, достаточно умная и достаточно сообразительная девушка, которая пока примерила на себя образ ребенка, потому что ей кажется, что он ей выгоден. Она не просто о себе рассказывала, но она очень хотела вам понравиться, хотела понравиться нам, старалась для вас. Но вы знаете, в этом был чуть-чуть перебор. Вот как клубная девушка. По сути, это ее работа, нравится мужчинам. И она сейчас это делала профессионально, но помимо этого не было ничего. Вот если бы она пришла в черном глухом платье с гладкой прической, с чистым мытым лицом и вела бы себя, при том, что она рассказала, что она работала танцовщицей, го-го, там и тара-та-та. И я бы сказала, боже мой, вы такая необыкновенная, так работать. А почему вы так? Чтобы возник неинтерес, понимаешь? А пока все, ну, примитивно так, что просто, да, думаешь, боже мой, да. Получается, что во мне не хватает загадки. Я должна была прийти в черном платье. Ну, есть, вы знаете, горький шоколад дорогой, есть леденцы сладкие за три копейки. Простите меня, пожалуйста. Но если вы меня услышите и не сочтете меня злы, независливы, как говорят, да сама там типа дура, то это здорово, правда-правда. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся у нас в студии Владимир. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Удачи. Спасибо. Здравствуйте. Я не ветреница. Меня такой нарисовали. Очень приятно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Боже. О, Май Гад. О, Май Гад. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. Кто эти прелестницы? Со мной сегодня вместе две моих подруги. Это секс-бомба-бурлеска Алиса. АПЛОДИСМЕНТЫ И питерская королева-бурлеска Магдалена. Очень приятно. Ну, давайте на вас посмотрим. Елена. 32 года. Кинап-модель и танцовщица-бурлеска. Ходит по квартире голышом и эпатирует соседей откровенными танцами. Мечтает стать астрономом. Признается, что ни один мужчина не устоял перед ее ночным волшебством. Свекровь натравила на Елену колдунов и посулила страшную смерть, если та не разведется с ее сыном. Надеется, что Владимир станет ее четвертой и счастливой попыткой выйти замуж. АПЛОДИСМЕНТЫ Василиса, может быть, Елена боится одиночества, поэтому выходит замуж за кого попала? Нет, она просто достаточно легкий человек, как и наш герой. Мне кажется, что хотя бы в этом они могут сойтись. Меня только удивила вот эта история с прохаживанием в неглиже по квартире. А вы в коммуналке, что ли, живете? Коммуналка, не коммуналка. Тут, конечно, интересно, так историю показали обо мне. Немножко это все утрировано. По поводу хождения голышом. Ну, во-первых, я уточню, наверное, это все-таки обнаженный. Я хожу дома. Просто мне так удобно, свободно. Мороза... АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, так, товар не залежал, я надеюсь. Детей нет. Как тебе помягче это сказать-то? Профессия сомнительная. Голышом ходят, в общем-то. Ладно бы за деньги ходил, а то бесплатно это делает. Он у нас большинство за деньги это делает. Пусть хуже дышит. Естественно, я хожу только дома в таком виде и только при своем мужчине. Кстати, им это всегда нравилось. А поэтому дома-то особо-то и нет. А что там у вас был триллер со свекровью? Обожаю все эти истории. Ну, триллера никакого не было. Ну, скорее всего, это просто... Ну, есть такая материнская ревность, да? Ну, если честно, я до сих пор так и не поняла, почему первая свекровь меня так не взлюбила. Я думаю, не каждая мама бы приняла такую невестку. А вы уже все тогда про бурлеск знали? Нет. А, это еще было до этого? Это было давно, да. То есть вы к ней не в корсете приходили на первые знакомства? Нет, конечно. А чем же тогда вы не угодили свекрови? Ну, однажды, кстати, я спросила свою свекровь, за что вы меня так ненавидите-то? И был такой потрясающий ответ за то, что он тебя так любит. Ой, ну ладно, это вы красивую такую версию сейчас придумали, да. А расскажите, как там свекровь на вас наводила порчу? Ну, это такая была смешная история. Что это смешная? Ну, это было как кладбище с закапыванием фотографий, в общем, что-то такое. Потом я узнала, что, оказывается, меня кормили какими-то там паучками, что-то так, ну... Мама дорогая. Это... Ну, конечно, сейчас это же смешно. Тогда для девушки 20 лет это... Скажите, а муж как реагировал на все эти выпады мамины? Он во многом не верил мне, что вот... Не верил, ну, говорил, ну, что ты так вот на мою маму-то нападаешь? Вот не может быть, что она тебя так ненавидит. А знаете, что такое фантастика и реальность? Фантастика — это когда целуешь жабу, она превращается в принцессу. А реальность — это когда целуешь принцессу, она после свадьбы превращается в жабу. Это вы сейчас к чему? Нет, просто так, к слову. А почему мы все время про первую мужу, да про первую? Дело в том, что их-то у Елены было еще не один. Да сколько же вы раз были замужем? Четыре. Да, четыре. Один раз неофициально и три раза официально. Ничего себе. Ну, у тебя еще не все потеряно, видимо. До десяти еще далеко. Лен, скажите, пожалуйста, а вообще боитесь остаться одной? Вот когда вы вечером сидите в халатике, без красивой вот этой одежды, без грима, вот сами с собой, вот какие-то, наверное, страхи, что годы уходят, молодые девчонки, которые просто вот пирают. Не могу ее представить в домашнем халатике. Есть какой-то запасной аэродром? Думайте о чем-то, что вы думаете. Да, что через пять лет? Я думаю об этом. Возможно, я и не буду уже на сцене через пять лет. То есть, возможно, появятся какие-то другие интересы, что-то более важное. Но сейчас мне это нравится, у меня это получается. Хочется ли вам нормальной человеческой, женской какой-то судьбы? Дети, муж, не знаю, работа? Конечно, хочется. Вот и все, что я хотела услышать. Но я не исключаю того, что при этом я останусь в этом бизнесе. А может, не останусь. Вы, наверное, чем мужчину-то берете, кроме красоты? Готовить наверняка не особо, потому что... Нет, у нее какие-то есть секреты, что голову теряют мужчины просто. Да ты что? Поделитесь. Нет, у меня секретов никаких нет. Говорят, что идеальная жена, это когда леди в гостиной, кажется, кухарка на кухне, да, и проститутка в постели. Ну, это про меня. Мне кажется, она одна такая же, как в постели, такая же и на кухне. Такая и по жизни. И там же вот та, как вы сами сказали, в постели. Ну, я просто разносторонний человек, со мной интересно общаться. Вот, я творческий человек, а у меня, в принципе, с интеллектом все хорошо. А творческий в каком смысле? Чем вы занимаетесь? Я же говорю, я... Вы в театре где-то? Модель, я танцовщица. Ну, периодически где-то... В театре я не работаю, периодически снимаюсь, допустим, в каких-то небольших ролях. Я правильно понимаю, что вот подобное занятие яркое, оно занимает большую часть твоей жизни. Отнимает много сил. А что в остальном, чем остальное время заполняешь? Ну, на сегодняшний момент, скажем тогда, действительно, это занятие занимает, в общем-то, все мое время. В остальное время я общаюсь с друзьями, близкими, ну, какие-то есть у меня тоже хобби, допустим. Но мне очень нравится... Не знаю, почему с детства, люблю стрелять. Вы откуда приехали в Москву? В Москву я приехала из Сибири. Давно? Нет, не так давно, на самом деле. Ну, сколько? Года два-три? Нет, даже года нет еще. Все приехали, понаехали тут. Покажите сюрприз, Лен. Проходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ РАifying Спасибо, Леночка! Спасибо огромное! Все, приходите в свою комнату, спасибо! О, Боже! Я к вам ломалась, как будто бы я выступала! Реакция жениха! Сергей Ильдар, что вы скажете? Елена мне не понравилась абсолютно, как она называет себя идеальной женой Идеального мужа, потому что еще... Ну, идеальная жена не может разводиться четыре раза Идеальная жена это один раз и на всю жизнь Мне вообще сложилось такое впечатление, как будто для нее спортивный интерес Выйти замуж, потом развестись У меня сложилось впечатление, что цель сегодняшнего посещения Это показать себя Пропиариться Очень эффектно, очень красиво, но не цель на эти мужчины Все просто зацепились именно за бурлеск И не хотели узнать себя поглубже Ну, конечно, ну, послушайте Ну, тяжелая жизнь Взрослая женщина Тридцать два года Четвертый десяток Ни котенка, ни ребенка Нужно как-то здесь зацепиться Денег нет, мужа нет Нужно что-то делать Нужно выживать Жизнь дорогая И что еще остается Ну, конечно, и попиариться пришла И себя показать Ну, тяжело, парни Тяжело, понимаешь Потому что обычно С обычной внешностью Ну, хорошая фигура Все просто это уже идет Увидание Поэтому я задавала вопросы Про запасной аэродром Все это замечательно Конечно, немножко вот это Ипотаж Но уже неадекватно Возрасту В самом расцвете По-моему, в самом даку женщина Владимир, а вы поняли, о чем она пела-то? А что-то про деньги Много раз Ну, конечно, конечно Но вы, конечно, на ее фоне Выглядели очень блекленько Это очень хорошо Почему хорошо? Я не занимаюсь барлеском И не выставляю на показ То, чем не являюсь Ну, вот вы все же тут нам это Рассказывали, что вот я такой Я это Ля-ля Тополя Вот раз Первый тест Да Сразу растворились Ну, песня была примерно про то, что будь как все мужчины дай денег Ну, конечно, естественно, что от денег не откажется никто Вы знаете, Елена мне понравилась Мне кажется, что девушки пришли не в тех костюмах, в которых они ходят в обычной жизни Она пришла показать свою работу Это был такой театр Театр красивый, направленный на вас Более того, мужчины вашего типа ей нравятся Другое дело, что она для вас девушка Чуть более вальяжная и спокойная Вам нужны очень живые Гораздо более общительные Может быть, чуть более детские А бурлеск – это стиль женщин около сорока, я бы сказала так В этом есть такое Слишком насыщенное ретро Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор Оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся» Я предлагаю вам, Владимир, познакомьтесь с третьей девушкой Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет Здравствуй Пусть даже не всю оставшуюся жизнь, но хотя бы ближайшие 15 минут мы с тобой проведем приятно Взаимно Спасибо Проводишь? С удовольствием АПЛОДИСМЕНТЫ Глуп на Наташка И грудь не выпадает, самое главное Здравствуйте, Наталья Здравствуйте Я сегодня к вам пришла со своими подружками Катериной и Настасией Привет, давай с нас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья, 24 года Оператор колл-центра в банке Обожает разговоры с подругами по телефону и не экономит на нижнем белье Считает, что раздельный бюджет залог хороших отношений между супругами Устав от проходного двора, который устроил из их квартиры возлюбленной Натальи Ушла к серьезному мужчине Но с ним стало скучно Надеется, что Владимир умеет совмещать приятное с полезным АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть причина одиночества нашей невесты в том, что она слишком серьезно относится к вопросам брака Здесь нет излишней серьезности, но здесь есть смесь серьезности, свободы, любия и желания показать мужчине, что ты от него не зависишь Это я в том, что раздельного бюджета, но при этом есть огромное желание от него зависеть все-таки А Роза? Ну что ж, хорошая невеста после двух-то сразу это, знаешь, как это... То есть для тебя, если пришла в закрытом платье, уже хорошая невеста, да? Ну конечно, конечно Придущих можно удовлетворить тем, чтобы прийти в монашеском Да, 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 да Все-таки профессия достаточно серьезная Это не показывает там всем, как говорится А что про серьезную профессию? Оператор колл-центра это девушка на телефоне, которая звонки принимает И что? Это начало? Да, это начало Нет, я понимаю Бизнесом занималась и так далее Которую я сделала А что, квартиры нет? Ну, собственно говоря, муж подсобит в конце концов Хорошая, хорошая, нравится мне эта невеста Ну смотрите, нашему Владимиру тоже не очень нравятся обывательские отношения в семье И вы уж ли от мужчины, который вам наскучил? На самом деле я слушала историю нашего жениха И поняла то, что у нас действительно очень много общего Нам не интересно жить просто так А как вам интересно жить? А по-всякому, но не просто так Ну вот не просто так, это как? А чтобы хорошо и плохо и... И плохо? Чтобы просыпаться от взрыва гранатой рядом Ползти под пули Или придется вечером, говорит с любовницей Скажи ей, что ты моя сестра Да, из этой серии Вот так плохо будет Ну, нет, плохо в хорошем смысле этого слова Не бывает плохо в хорошем Бывает Вы смотрите, у вас же был мужчина, от которого ушли Потому что он какие-то совершенно непозволительные вещи там устраивал Ну, бардак, одним словом Вы приходили и заставали какие-то страшные компании Это очень приятные вещи, на самом деле Я хочу сказать, что это была действительно полная неадекватность Да, с его стороны Ее выбирали в качестве жертвы И все мужчины издевались над ней Но вот вы жили не просто так У вас была возможность Он же не был вашим мужем, но жил себе Жил, это был привычный уклад Ну, разогнали баб, которые там пришли за гитарой Ну, опять зажили Вы знаете, там стоял такой вопрос, на самом деле И вот до того, как мы с ним стали вместе жить Он делал все, чтобы я была самой счастливой на свете Это рестораны, это цветы каждый день разные То есть все было красиво Но когда мы стали вместе жить Там стоял вопрос о том, что Ты должна делать все, чтобы нравиться моим друзьям Потому что я не могу, чтобы они сказали Вот какой ты плохой выбрал себе жену А что вы должны были делать? Ой, страшно Просто я должна была прислуживать при их пьянках, гулянках и вечеринках Какой-то бред Бросай такого мужчину, найди себе другого Ну, послушайте, ну мало ли фантазеров каких-то Мы не со всеми живем Но увидели, что он дурак, какие-то глупости говорит Склоняет к какой-нибудь идиотизм Увидела и ушла Ага Неправильно Молодость Нет, восемь месяцев Ушли к серьезному Да, я ушла просто к спокойному, на самом деле Не к серьезному, к спокойному Но это за четыре года совместного проживания Я поняла, что это спокойствие На тот момент оно было мне необходимо, чтобы восстановить свою психику Он был настолько серьезным, что даже ему лень было произнести Войдем в ЗАГС, сходим, да? Нет Или входила в планы? Вы знаете, на самом деле все мои мужчины, они хотели на мне жениться Слишком серьезная, мне кажется Потому что она, мне кажется, чуть постарше его, вот моральная Вот я слушаю вас, и вы такая фантазерка На самом деле, кажется, столько не происходит событий И жизнь ваша была девичьей не такая бурная И по поводу предложения Ну, у меня, не знаю, у меня такие умницы, красавицы, подружки Ну, не зовет их никто замуж Вот так часто, как вас, например Поэтому вы немножко, конечно, преувеличиваете вот это Ну, пусть по вашему это будет так Да, мне кажется, в этом ваша проблема Я хочу сказать то, что, действительно, да, может быть, в какой-то степени я и фантазерка Но я знаю одно, то, что свои женские обязанности я могу исполнять блестяще, все Главное, чтобы вы хотела, чтобы мужчина Я с вами согласна И чтобы он захотел пользоваться вашими услугами всеми Я хочу, чтобы мужчина отвечал мне взаимностью Мужчины всегда говорят вот правду, когда хотят сказать правду Да Надо верить, вот вам говорят, буду изменять Вот, ну, такой вот я Вы как к этому относитесь? Если умеет изменять, пускай изменяет Но пусть делает это так, чтобы я никогда об этом не узнала Опаньки Вопросов нет? Изменяют С такими, как наша подруга Да Девчонки, как отдыхаете? Мы любим караоке Мы безумно любим по выходным Мы все прекрасно поем Слушайте, все у вас прекрасно Просто нет недостатков Да вы просто позитивные люди, на самом деле Вот и все А какие-то ошибки свои понимаете? Конечно Совершала ошибку следующую Я от своих мужчин требовала, наверное, больше, чем они могли мне это дать Наташа, опишите себя, какая вы? Вот девочки приходят и говорят Я красивая, достойна больше Вот вы какая? Я адекватная Ощущаете? Вполне адекватная Не урод Не каких-то... Как это называется? Не ущербная Нормальная Характер у вас какой? Достаточно положительный Мне не нравится такой типаж девушек, на самом деле Она скромная Она здесь такая вся положительная Вы так отвечаете обтекаемо, шаблонно И абсолютно не от себя А почему? Откуда вдруг этот тон? А дрова Почему вы вдруг так отвечаете? Кто вас научил? Хочется уже какое-то... Да никто, я еще раз повторяю Настоящий что-то из вас выточку Нет, я абсолютно не волнуюсь И я вам отвечу на этот вопрос Все мои естественные качества Они останутся за кадром Сейчас это просто не к чему Ну откуда эта такая усталость? Ну всегда в таких девушках, как правило, вот Такое нехорошее скрывается что-то Наташа, я знаю, что вам для сюрпризов нужно переодеться Поэтому вы проходите А мы пока с вашим подружком побеседуем Хорошо Кать, как ты думаешь, что она сейчас... Какой сюрприз она сделает? Боюсь предположить Хуже моего уже не будет Кристина и Екатерина, я вам сейчас буду вот такие как бы наметки А вы будете говорить, правда это или неправда, да? Хорошо Я так понимаю, что Наташа встречала в основном на своем пути Ну таких полуподонков Непорядочных людей И в первом и втором случае Нет, неправда Они были хорошие мужчины Ей попадались разные Мне кажется, если бы Наташу сейчас приголубил, приласкал, отогрел бы И создал бы условия, где нет страха, где все стабильно Мужчина, вот из-за того бы она и пошла Она бы раскрылась Она бы раскрылась именно для того вот единственного, который бы ей создал все условия, которые нужны Пойдемте посмотрим на сюрприз Владимир, я знаю, что в прошлом ты занимался рукопашным боем И моя задача сейчас как бы завоевать тебя, но я не хотела бы этого делать Я на самом деле хотела бы, чтобы со мной ты всегда чувствовала себя мужчиной Поэтому предлагаю тебе показать несколько приемов, ну как минимум три, на мне На тебе? Да Она его будет бить Чего на самом деле? Это не выигрышный такой сюрприз Вот вы хорошо поете, сказали, что ходите в караоке Я же сказала то, что я бы хотела, чтобы Владимир чувствовал мужчиной рядом со мной Я думаю, что такие приемы хорошо наедине проводить Хорошо Да, ну спойте что-нибудь о капелле Яркий огонь полыхает в камине Тень моя, тень на холодной стене Жизнь моя связана с вами отныне Дождик осенний поплач обо мне Дождик осенний поплач обо мне Такая милая Очень грустная Очень грустная Вот на самом деле Мужчинам нравится Вот то, что сделали вы сейчас Вот вы были за все это время естественной И вы сказали то, о чем думаете Своим этим куплетом То, что вы чувствуете И то, что вы по-настоящему желаете Не пытайтесь угодить мужчинам Не надо Но это же он занимался рукопашным боем Это он умеет А вы нет Ваша сильная сторона Быть женщиной, женственной Вот с таким приятным голосочком Правда? Это то, что трогает А все остальное раздражает Поэтому, Наташа, будьте собой Я вам желаю счастья Пойдемте Проходите, девчонки, в свою комнату Спасибо Вау, девчонки Все хорошо Сергей Ильдар Я не представляю Владимира Рядом с Натальей Как-то все очень сложно Разделение мужчин Хороший, плохой Пьет, не курит Серьезный, несерьезный И плюс Мне показалось, что у нее Слишком занижена самооценка Как вот она Описывала себя Не ущербная Не убогая Ну, достаточно было бы сказать Что я красивая и умная Мне кажется, он плохой психолог На самом деле, да Я обратил внимание Все ее слова начинались Я хочу Мне надо То есть такая безальтернативная Скажем так Владимир Мне С Натальей Будет чувствовать себя Не совсем комфортно Так, если обтекаем Здесь не будет альтернативы Вот ей надо так И все И по-другому она не будет поступать Владимир, ну, конечно, вы ее съедите Ну, вы посмотрите на Наташу На подружек Ну, девчонки Ходят караоке Одинокие Господи, боже мой Нужен мужчина сильный И добродушный Не то, что А добродушный Который успокоит Который заменит маму Папу Сын собаку Понимаете Всех Который даст ей возможность Ей не так много нужно На самом деле Нужно Заботливый мужчина На ужин Да, на самом деле Правда, хочет замуж Хочет детей И все будет делать Для того, чтобы у нее Семья была Нормальная Она будет очень достойно Существовать в этих условиях Под названием Семья Роза Я вот смотрю на Наташу Смотрю на вас Вы знаете В массе своей Мы голодны до любви Надо кормить любовью Кормить эмоциями Вот, чтобы человек Сытым был в этом плане Ей этого не хватает Вы вполне могли бы Именно Ну, не хочу сказать слово Накормить, да Но Дать ей это И в принципе Это бы и вас вылечило Понимаете? Василисочка, что ты увидела? Наталья, конечно Выглядит сейчас На текущий момент времени Как человек Переживший глубокое страдание Вот по-другому не скажешь Именно страдание Да я бы не сказала Что такое страдание переживало Тихо-тихо Неплохая для вас подруга Но ей Ей нужен был бы мужчина Очень зрелый Гораздо более взрослый Уже со сформировавшейся Структурой личности У вас пока еще Только зачатки Ребят, вот смотрите Мы Познакомились с тремя невестами Кто достоин вашего друга? Ильдар Я бы предложил Володе все-таки Остановить свой выбор На Екатерине Я не хочу Нет, все-все-все Я придумала Я не хочу жениться Ой, замуж Я не хочу замуж Что вы скажете? Никто не достоин Выбора Владимира Но Скажем так Мне больше понравилась Екатерина И я думаю, что он ее и выберет Ой, что ж такого хорошего Кроме того, что он ваш друг Гулиона всем изменял Распущенный Считает, что верность Это атовизм Да куча всего Прямо его никто не достоин Его достойна Екатерина Согласен Да И Наталья достойна Да, конечно Ну что, ты выйдешь за ним? Я подумаю об этом Когда он зайдет? Ну я бы вот пожелала вам Екатерину Вы бы еще какое-то время С ней вместе Присытились бы Вот этой псевдо-жизнью И потом бы зажили Всего 24 года Если бы захотели Рожали бы детей Нашли бы хорошую работу Для Кати И все было бы прекрасно Поэтому Екатерина Роза Я все-таки призываю Потому что У вас есть свой компьютер Своя программа Она у вас еще не зависает И вперед Как говорится И с песнями Мне кажется, что как раз Катерина Вот она в формате Вашего Компьютера Скажешь Вашей программы Ближайшей, по крайней мере Спасибо Вас не сложно соблазнить Вас можно взять Первая встречная Первая встречная У нас на программе Была Екатерина Поэтому я за нее Слушайте свое сердце Оно вас не обманет Проходите Спасибо большое Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс их номером По телефону 4-4 Марина 22 года Номер 1480 Менеджер Ищет мудрого И уверенного В себе мужчину Которому обещает Устраивать романтические Вечера При свечах Виктория 29 лет Номер 1481 Модельер Ищет умного И веселого мужчину Который будет с ней И в горе И в радости Мы не знаем Будет Владимир Владимирович Избранница Выходите все Давайте его поддержим Ой Ты все-таки Решила Зайти сюда Я не ожидала Принимаешь Вставайте У нас есть пара Владимир и Екатерина Если вы хотите Оказаться на месте Наших героев Заполняйте анкету На сайте Первого канала Я Лариса Гузеева Желаю Чтобы любимый человек Отждите Зайти сюда Сказала вам Давай пожените Спасибо Удачи вам Я хочу Скорей Заснуть И проснуться Рано Рано После каждой девушки Рано или поздно Выходит замуж Да? А когда у нее Уже будет четверо детей И целлюлит Так будет наплывать На этот банк При этой подвеске Она всегда будет Оставаться невестой В любом возрасте То есть я ходил По улице Мой Думал Вот повеситься Мне на этом столбе Или пройти дальше Это девушки Должны думать Понимаешь? Ларис, ну и молодые люди Когда тоже не только о спорте Должны думать и о сексе Понимаешь? Послушай, ну дают Бери, извини меня Да, он мужчин тоже Раз Ее лежало в холодильнике Курица Срок годности проходил Ждай, думай Дам с собой на дорогу парня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин